23 августа в азербайджанских СМИ была опубликована информация о посещении Сарсангского водохранилища с сотрудниками азербайджанской компании «Мелиорация и водное хозяйство» и представителями Республики Арцах, что вызвало определенную озабоченность и вопросы у общественности. По этому поводу информационный штаб Арцаха распространил разъяснение. Дополнительную информацию информационному агентству ОР сообщил председатель водного комитета Георгий Айриян. Целью визита было проведение технического мониторинга Сарсангского водохранилища, ознакомление с текущей ситуацией. Участвовавший во встрече председатель водного комитета Республики Арцах подтверждает, что это была очередная встреча в втором водной сфере при посредничестве российских миротворцев. До этого все встречи не снимались. Основная тема встречи – эффективное использование вод Сарсанга, говорит Айриян и добавляет, что предложение было сделано Степанакертом. Если Арцах отдаст воду, используемую для производства электроэнергии Азербайджану, последний обеспечит поступление воды в Мартакерский район по правому водоводу Сарсанга. Перевод вод Сарсанга в Мартакерский район более чем востребован для экономики Арцаха. Совместное использование воды и водохранилища не может и не повлиять на объем электроэнергии, производимой компанией Арцахгаз. Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор. Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Подтверждена важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей между руководителями России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года. Одновременно была подчеркнута роль российской миротворческой миссии в обеспечении стабильности в регионе. Были затронуты некоторые актуальные вопросы дальнейшего развития стратегического партнерства и альянса между Россией и Арменией. Телефонный разговор состоялся по инициативе Еревана. На территории торгового центра Сурмалу прекращены поисковые работы. В течение последних нескольких дней на месте вероятного взрыва проводились поисковые работы по обнаружению гражданина, считающегося пропавшим без вести вследствие взрыва в торговом центре Сурмалу. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Армении Ай Костанян. 30 лет назад битва за освобождение села Дарамбон Мартакерского района стало последней для Ашота Бекора. Ашот Гульян родился в 1959 году. В молодости работал партным, строителем, автомобилистом и слесарем. Боевое прозвище получил еще в довоенный период, когда из шаумяна в Степанагерт перевозили оружие. Четверых из пяти звали Ашот. И чтобы различать друг друга во время разговора, они решили дать всем прозвище. Ашота, который уже успел заработать несколько осколков при испытании самодельного оружия, назвали Бекором. Рота под командованием Бекора принимала участие в оборонительных и освободительных боях практически во всех районах Арцаха. В большинстве случаев являлся главной ударной силой. В 1992 году во время военной операции в Шуши первая рота во главе с Бекором вошла в город-крепость. В 1993 году Ашот Гульян был посмертно награжден орденом НКР «Боевой крест первой степени». В 1999 году указом президента НКР ему было присвоено высшее звание Герой Арцаха и награжден орденом «Золотой орел». Примеры фильма под названием «250 километров» состоялась вчера в Тепанакерте. Фильм о героях войны 2020 года. Студентка Всероссийского института кинематографии Асмик Симонян в своем первом фильме представляет историю двух семей Арцаха в дни войны 2020 года. Фильм снят по реальным событиям. В дни войны двое детей, 11-летний Ашот и 14-летний Ваге, управляя автомобилями своих отцов, перевезли свои семьи в республику Армения. История двух семей в одном фильме снята «Масмик». Во время съемок фильма помогали члены семьи и друзья. Было важно, чтобы все были родом из Арцаха. Во главе с председателем Национальной академии наук Армении Ашотом Саркисяном в Арцахском научном центре гостили директора ряда институтов академии и ведущие научные сотрудники. Более 10 лет Национальная академия наук Армении сотрудничает с научным центром Арцаха. Восемь институтов академии выразили готовность постоянно содействовать и открыли свои лаборатории в Арцахе. «Мы пришли заверить вас, что Национальная академия наук Армении на стороне Арцаха, несмотря ни на какие обязательства и трудности», – отметил в своем выступлении глава делегации Ашот Сагьян. Конечная цель – создать в Арцахе небольшую модель Национальной академии наук, чтобы каждый институт академии имел свое основное направление. По этой логике научный центр Арцаха составил дорожную карту с рядом институтов для дальнейшего сотрудничества. В республике Арцах скоро начинается новый 2022-2023 учебный год. Дорожная полиция МВД по распоряжению министра готовится к усиленной декаде внимания детей. Об этом заявил начальник Дорожной полиции МВД Республики Арцах Маврик Несибян. «В целях организации безопасного дорожного движения и недопущения аварий в период 10-дневных каникул и в течение всего учебного года сотрудники ГИБДД призывают участников дорожного движения быть внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения», – говорится в заявлении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова